Эксперт Казанского федерального университета высказал свою точку зрения по поводу поведения неадекватного юноши, который начал стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Заголовки всех СМИ кишат новостью о новом стрелке уже в университете в Перми. По данным следствия, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате преступления 8 человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью. Часть из них госпитализирована с травмами, ранениями различной степени тяжести. Личность виновного установлена. Им оказался 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров. Он приобрел огнестрельное оружие в мае 2021 года. У него имелась лицензия. По информации следственного комитета, нападавший был ранен при задержании и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Эксперт Казанского университета Рамиль Грифуллин объяснил поведение стрелка. Вышла концепция российской психологической безопасности. Еще лет 20 назад она была одобрена администрацией президента республики Татарстан. Согласно ей, существует проблема российской психологической безопасности. Это первое, когда люди с психическими нарушениями становятся опасными для общества. Это наркоманы-алкоголики, которые в силу деградации занимают какие-то должности, работают где-то и у нас деградируют кадры. И второе, это когда люди с психическими нарушениями каким-то образом ведут себя преступно в отношении уже общества, в отношении людей. По словам Рамиля Грифуллина, необходим психиатрический контроль над людьми с психическими нарушениями. Но сейчас он низкий. В России очень много людей с психическими расстройствами, которые не стоят на учете. Молодежь, одержимая манией величия, лайкоманией, которая желает представить себя миру, а иным образом она не может себя представить, потому что нужно проявлять талант, нужно стараться. И у нас молодежь деструктивна. Она сейчас в основном становится известна благодаря преступлениям, а не благодаря своим достижениям в творчестве, в профессиях и так далее. Это общество больное. Не предоставляет молодежь для развития условий. В связи с ситуацией в Пермском университете встал вопрос о мерах безопасности на пропускных пунктах в учебных заведениях России. Так, в Казанском университете все меры предосторожности выполняются с надлежащими правилами. Также в Ленинском садике сотрудники и студенты Казанского университета провели акцию, приуроченную к событиям в Перми. Акция была организована Министерством по делам молодежи Республики Тарстан, Комитетом по делам молодежи города Казань. Присоединились и представители общественных молодежных организаций. Но, конечно, в стране не остались и студенты Казанского федерального университета, которые тоже присоединились к этой акции. Телеканал «Универ-ТВ» выражает соболезнования родным и близким, погибших в жестоком нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии. Энджи Минибаева, Елизавета Никитина, Фарид Захидоглы, Универ-Ньюс.